Здравствуйте! Мы начинаем второй урок по программированию LPC-4357. Сегодня мы рассмотрим создание проекта. Прежде чем создавать проект, нужно скачать в библиотеке для данного микроконтроллера. Для данного микроконтроллера есть официальный сайт производителя nxp.com. Вот он. Но на нем нет никаких библиотек, есть только какая-то информация о данном микроконтроллере. Поэтому для того, чтобы найти какие-то библиотеки, нужно идти на другой сайт. nxpc.com Вот так выглядит сайт, на котором лежат библиотеки для данного микроконтроллера. Нажимаем Downloads. Здесь выбираем наш микроконтроллер, то есть LPC-43-XX. Жмем Filter. Дальше. Software. И вот оно. LPC-43-XX. CMS, Compiler, Standard, Peripheral, Termware, Driver, Library. Вот. KLEAR. Нажимаем. И вот он. LPC-43-XX и так далее. Если по нему щелкнуть, то вот он будет закачиваться. Вот название этого файла. У меня он уже закачан. Вот он. 2013-09-04. 2013-09-04. Тот же самый. И вот он у меня уже разархивированный. Все это нужно для того, чтобы сэкономить, во-первых, время. Во-вторых, почему-то с этого сайта, в моем случае, качается довольно плохо и связь регулярно обрывается. Поэтому закачка занимает достаточно много времени. Здесь есть в данных библиотеках ряд интересных примеров. Которые, вот, один из самых простых. Это GPIO, где мигает светодиодом. Достаточно интересно. Но давайте попробуем создать с помощью данной библиотеки какой-нибудь проект. Запускаем KL. Проект. Новый проект. Дальше. Проекты, видеоуроки, LPC, example. Ну, вот сюда, например, пишем, example. Сохранить. Здесь мы выбираем NXP. Вот он. Или ставим в самый низ. 43,57. Ок. Добавить? Да. Вот он. Переименовываем в StartUp. StartUp. Здесь все аналогично работе с CM32. То есть точно так же создаем группу CM-SYS. Создаем группу STD-RIF. И создаем группу user. Теперь копируем вот сюда библиотеки. и 100 мегабайт. Часть файлов можно из этих библиотек в случае необходимости удалить. Там различные библиотеки. Математики и так далее. Сразу для нескольких ядер сделаны. В нашем случае мы не будем этого делать. а создадим папочку user, где создадим текстовый документ под названием main.c. Добавим main.c в user. CM-SYS Добавляем core, device, nxp, source, templates, system. vcd-RIF, drivers, source, и здесь добавляем все, что lpc 43xx. Пока без разбора. Добавить. Закрываем. Открываем main.c правой кнопкой добавить lpc 43xx. Делаем вместо скобочек ставим галочки. Скобочки говорят о том, что у нас будет поиск по библиотекам внутри самой программы kill. Галочки говорят о том, что у нас будет поиск внутри тех библиотек, которые мы только что скопировали. Пишем int main void file 1 Все. Костяк нашей программы закончил. Нажимаем. Ждем, пока соберется. ну, как мы можем уже видеть, здесь у нас nosatch file work directory. то есть нам нужно остановить и прописать пути к данным файлам. Первое, это user. Дальше, driver source. driver include core cm sys include core device nxp source core device nxp include окей, окей, пытаемся собрать снова. Как мы можем видеть, теперь нас просят выбрать либо core m0, либо core m4, продефинить либо то, либо другое. Сам простой способ продефинить это, это прописать его вот сюда. c, c++, define, сюда вписать core m4. Окей, пытаемся собрать. Смотрим, что у нас еще работает не так, как надо. здесь в system.init у нас орг. Он считает, что не используется, на самом деле, это не так, системная функция. New York спокойно может где-то использоваться. Кроме того, system.init действительно всегда должно вызываться в начале тех функций, которые, в начале функции main, в самом начале, когда все это начинает работать. Бывает, что функция system.init вызывается из точка s. Вот она, system.init, и она вызывается правой кнопкой, go to definition, ну, не знаю, вот она. Но, если она в точке s файля не вызывается в самом начале, то в этом случае необходимо будет прописать ее вот сюда. Смотрим дальше. Далее надо выбрать эти директивы либо killboard, либо hitexboard в файле emc.h. В данном случае emc мы не собираемся использовать, поэтому данную проблему можно не решать. Аналогично мы поступаем с gp.dma. ну и есть еще файлик qe.i qe.i это библиотека, которая отвечает за работу с энкодером. На данный момент мы с энкодером работать не планируем, поэтому пока удаляем данную библиотеку. Все собралось. Теперь можно приступать к написанию программы. В данном случае мы будем бегать светодиодом с помощью библиотеки stdperif для LPC-43. Именно этим мы займемся на следующем уроке. Ну а на сегодня все. Спасибо за внимание.